Привет, друзья! Вы на канале, где я строю свой мини-домик. Сегодня приступлю к дальнейшим работам после укладки фальцевой кровли. А это укладка утеплителя, установка окон и двери, обшивка дома ОСБ панелями и многое другое. Также хотел попросить подписаться на канал, кто не подписан. Очень хочется заполучить вкладку сообщества для того, чтобы можно было делиться текущими новостями с подписчиками. Ну что, приступим. В предыдущей серии, как я уже говорил, укладывал фальцевую кровлю, но уже тогда параллельно по вечерам начал укладывать утеплитель кровли. Для этого я использовал ламинбату Урсотера толщиной 100 и 50 миллиметров, так как общая толщина составит 150 миллиметров. Могу сразу сказать, что сотка себя показала очень хорошо, отлично держит форму, и не распадается, упругая. А вот про 50 я такого сказать не могу, а наставлять желать лучшего. Шаг стропильных ног составляет 590 миллиметров, а значит между ними хорошо войдет утеплитель, который имеет размер по ширине 610 миллиметров. Но перед укладкой утеплителя еще необходимо прикрутить стропильные ноги дополнительно на уголок, так как у меня не предусмотрена в системе затяжка, а распорную силу надо как-то словить, хотя ее частично и ловит перекрытие антресоли. Утеплитель фиксирую с помощью нити и степлера, тут все по стандартному. Начал с кровли, процесс не трудный, но грязный, так как летит много пыли, и поэтому приходилось принимать холодный дождь прямиком из скважины. В крайних пролетах необходимо сразу прикрутить к стропильной ноге крепление для карниза, пока есть доступ, который в последующем будет использован для подшивки карниза, кто-то называет это софитом. Бруски прикрепляю через стропильную ногу на два самореза, а с наружной стороны креплю с помощью уголка, а также крепление под пароизоляцию, которое я сразу не сделал, пришлось разбирать и переделывать, благо тут не так много работы. В одни из выходных уже начал монтаж окон, установил окно в санузле и центральное окно, которое размером 1,2 на 1,2 метра. Устанавливал без съема штапиков, без створок. Оно не такое тяжелое, а также установил дверь, но на сегодня дверь надо переделать, так как не совсем верно сделал, не те видео посмотрел по монтажу. Могу сразу сказать одно, нельзя дверь крепить на саморезы и пену. Я это еще понял до пены, так что переделать не так сложно. Теперь монтаж только с клиними и саморезами, а пена только утеплитель. Перед монтажем двери прикрутил анкерные пластины. Шаг крепления брал 600 миллиметров, как у окон по ГОСТу для белого профиля. Выполнив эту работу, устанавливаем коробку в дверной проем. Первым делом просверливается отверстие для самореза в металлическом профиле. И снимается кромка пластика, чтобы спрятать шляпку самореза. Шаг также принимал 600 миллиметров. После того выставляем одну сторону коробки в плоскости и из плоскости, с помощью уровня и пластиковых клиньев. И весь этот пирог стягиваем саморезом. Так, ну что, одна сторона у нас готова. Тут у нас все ровно. И здесь у нас все ровно. Сейчас приступим к этой. Далее выставляем другую сторону. Если все устраивает, то загибаем анкерные пластины и прикручиваем боковые стороны и вверх. Так жесткость двери намного лучше и даже без пены. Дверь. Дверь наша стоит уже по факту. Уже все хорошо. Закрывается тоже получше. Не то, что закрывается получше. Нормально закрывается. Ни дребезжаний, ничего такого нету. Завтра еще ее подрегулирую. Посмотрю, как правильно ее еще регулировать. Утепление стен также выполнял минваты. Стены толщиной 100 миллиметров. Может и мало, но посмотрим во время эксплуатации. Минераловатные плиты лучше резать, если их чем-то прижать. Тогда разрез можно сделать за один раз. Ширину реза брал на 2 сантиметра больше, чем расстояние между стойками. Так утеплитель плотно держится и при этом не деформируется. С виду работа не сложная, но очень много занимает времени. Но у меня получилось так, что утепление стен, кровли, фронтонов выполнялось по вечерам. В непогоду или в промежутках между другими делами. А между тем еще осталось смонтировать два глухих окна в торце здания размером 800х1200 и три малых окна 600х800. Одно на кухне и два в слуховом окне. Во всех окнах и дверях я снаружи проклеивал не мембраной, а с внутренней стороны пароизоляции. Есть готовые ленты, которые можно купить в магазине, но я делал 50 на 50. Так как у меня остался двухсторонний скотч и мембрана с пароизоляцией. Вот первым делом я их и приклеил. А где не хватило, купил магазинную ленту. Смотрите, теперь на углах, да, на углах не проклеивайте сразу так вот, не поворачивая. Потому что если вы сделаете так, вы не выпрямите потом мембрану, придется вам разрезать. Смысла этого уже тогда нет, надо будет скотчем каким-то проклеивать. Вот у вас поворачивается, заворачивается он так. Опускаете, делаете вот этот уголок. Дальше пошли проклеивать в сторону. Как уже говорил, расстановку анкерных пластин делал согласно ГОСТу. Для крепления с края делается отступ в 150 мм. Так как у меня профиль с шириной коробки более 62 мм. Если имеются створки, то от створки в двух направлениях стоит также отступить по 150 мм. Расстояние между пластинами для белого профиля не более 600 мм. Для монтажа окна срезаем лишнюю мембрану, устанавливаем ограничители, чтобы окно не выпало при монтаже наружу, так как делал в одного. Смонтировав окно, также загибаем анкерные пластины и прикручиваем на два самореза. Как видите, процесс не особо трудный. Правда это у меня так, так как окна небольшие и их не надо разбирать, снимая штапики и стекла. А все это время я не прекращаю утеплять стену, еще остаются фронтоны и монтаж окон. В промежутках работ установил окна в зоне кухни и слухового окна. Уже становилось прохладно, поэтому не оттягивал и пропинил окна и двери. Прежде чем наносить слой пены поверхность не надо смочить, чтобы была хорошая адгезия между пеной и материалами стен и окна. Так я не успел обжечь деревесину, чтобы выполнить обшивку фасада. А оставлять мембрану незакрытой на зиму не хотелось. А тут еще и узги в цене упало. Решил обшить пока дом ОСБ. Впоследствии я его откручивать не буду. ОСБ лист будет выступать в роли диафрагмы доскости. Перед тем как монтировать ОСБ листы, сделал обрамление окон доской 50 на 150 мм. Доски использовал сырые, в последующем их также надо будет обжечь и покрыть лаком. Добил еще один лист, но тут один нюанс. Видите, это старый прошлогодний лист, который я доску накрывал. Он уже чуть-чуть разбух тут. Тут наверное надо какой-нибудь накрыть, то вода тут точно будет сидеть. Но мне ОСБ, говорю, это такое защитное мероприятие, но в принципе будет давать диск жесткости. Я буду все равно все еще доской обшивать, которую буду обжигать. Поэтому это все скроется. Это не так принципиально и не так важно. Но все равно хочется, если уже делаешь, то лучше сделать хорошо, плохо, но всегда получится. Листы ОСБ резал с помощью направляющей, которую прижимал струбцинами. Так пропил получается ровным. При монтаже листов оставлял между ними зазор на толщину самореза. Это необходимо, чтобы компенсировать линейное расширение зимой и летом. И приступил, как мне кажется, к самой скучной работе. Это монтаж пароизоляции. Не понравилась она мне тем, что у меня нет больших поверхностей, где можно прочувствовать объем проделанной работы. А мне приходилось все время что-то подрезать. Казалось бы, но раздражала именно эта работа. Но сжав волю в кулак, проделал и эту работу. Она затянулась, так как приходилось ее делать в холодное время. Пушку не поставишь, все тепло сразу уходит. Этот процесс затянулся аж до весны. Тут окна полностью подготовлены, как вы видите. Осталось только скотчимся пройти по периметру. Но тут по периметру не только здесь надо пройти. Все вот эти вот стыки полностью все надо будет протянуть, чтобы этот пар не попадал в утеплитель. Но это потом. Ну что, до следующей серии. На сегодня все. Спасибо, кто посмотрел видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал и оставляйте свой комментарий. Ведь благодаря вам этот канал растет и развивается. Всем хорошего дня. Пока. Ну что, с горем пополам мы закончили нашу, наши стенки так сказать и крышу. Осталось санузел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok